Азербайджанская армия В рамках Кубка Азербайджана матч состоялся между Карабахом и Моек. Дорогие друзья, добро пожаловать в Ханкенди. Впервые на освобожденных от оккупации территориях проводится футбольный матч. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю. Этот матч носит особое значение, являясь своего рода символом возрождения Карабаха. Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, азербайджанское государство. Встреча Карабаха и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха, армии и народа является главным источником нашей победы. Возвращение футбола в Карабах есть победа мира над войной, что является примером для многих стран. Об этом сказал польский политолог Якуб Карейба. В символическом смысле возвращение футбола в Карабах – это победа мира над войной, победа спорта над конфликтом. И посмотрите, какой контраст. 30 лет спорт в Карабахе был мертвый, спорта не было. Была оккупация и ожидание войны. Окупанты не принесли в Карабах никакой радости. Принесли отмирание всего человеческого, всего хорошего, всего позитивного. Люди не ждут смерти, не ждут войны, не ждут конфликта. Люди ждут хороших спортивных эмоций. Политолог отметил, что такого рода мероприятия в Карабахе нужно проводить регулярно, ведь они вносят большой вклад в дело возрождения освобожденного региона. Стоит отметить, что несколько лет назад в своем выступлении на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Азербайджана прокомментировал заявление премьер-министра Армении. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. За 30 лет оккупации карабахских территорий армянскими сепаратистами чаша терпения азербайджанского народа была переполнена. И эти слова стали решающими. Именно тогда Азербайджан перешел от слов к действию. Четыре года назад на этом же стадионе некоторые сказали «Карабах – это Армения» и точка. Мы же им доказали, что Карабах – это Азербайджан. Прошло всего какие-то четыре года с того момента, когда были озвучены эти знаменитые слова. Однако за эти четыре года много чего изменилось. В те сложные дни, когда война велась не только на территории Карабаха, но и на информационных площадках, именно президент Ильхам Алиев смог отстоять международной позиции своей страны, сведя на нет все усилия армянского лобби. Президент Алиев, можно сказать, еженедельно посещая Карабах, привлекая в Карабах различные международные мероприятия, сам лично, неоднократно участвуя в этих мероприятиях, фактически поднял в международных СМИ Карабах как неотъемную часть Азербайджана. Ну и последний штрих – это парад Ханки-Анды и сегодняшний футбольный матч. Президент Ильхам Алиев внес значительный вклад в развитие региона, в том числе в восстановление и развитие Карабаха после войны. Глава государства за этот короткий послевоенный период реализовал многочисленные стратегические и социально-экономические инициативы, сфокусировав свое внимание на инфраструктурных проектах, образовании и социальной поддержке.